У кого-то подъем с петухами, а у должников с судебными приставами. А когда это долги перед собственными детьми, ситуация и вовсе становится грустной и драматичной. Попасть к этому горе-отцу в 6 утра практически невозможно. Спит мертвым сном. Дверь помогает отпереть взыскательница. Раньше она здесь жила с детьми двойняшками. Но из собственной четырехкомнатной квартиры пришлось сбежать. Муж буянил, теперь вот один. Захламляет хоромы. Почему вы алименты не платите? Мне работа надо. А кто вам запрещает устроиться на работа центра, занятость населению встать? На бирже труда устроиться. На бирже труда за 15 тысяч. Ну, хотя бы что-то будут дети получать. Дети же кушать хотят всегда. Правильно? Правильно, да. Совершенно все правильно. Что с вами будем делать? Что мы будем делать? Конечно. Садить меня в тюрьму. О, как? По собственному желанию, что ли? Конечно. Там хоть кормить бесплатно будет. В тюрьму так в тюрьму. Такой вариант тоже не исключен. Но пока должника везут в суд. Ему назначат обязательные работы. Либо арест. Имущество, которое можно описать, нет. Работа официальной тоже. Долг 630 тысяч рублей. У этого отца задолженность чуть меньше, около полумиллиона. Говорит, что не работает по состоянию здоровья. Три года назад получил травму головы. Меня ударили сзади. И получил травму. Потом я лечился 8 месяцев. Перенес две операции на голову. На справке-то почему не предоставляли судебному приставу? Я все предоставил. Копии медицины. Я был трудоустроен на работу. У меня там за 8 месяцев были эти... Удержание производили. Я к вам туда ездил. Я предъявил все больничные листы. Болезнь, кстати, не освобождает мужчину от обязанности содержать ребенка. Приставы арестовывают телевизор и телефон. С реализации этого неказистого имущества выручат несколько тысяч рублей. Деньги пойдут на погашение задолженности. С таких нетрудоустроенных должников долг приходится взимать по крупицам. С теми, у кого источник дохода имеется, дело обстоит проще. Если эта задолженность составляет более 10 тысяч рублей, то к должнику применяются такие меры, как ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, ограничение на пользование спецправом. Судебный пристав делает запросы в регистрирующие органы, проверяет наличие движего-недвижего имущества, запросы в пенсионный фонд, где устанавливает место работы должника. Если место работы будет установлено, соответственно, судебный пристав выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату, и алименты удерживаются с дохода должника. В службе судебных приставов на сегодняшний день находится более 6 тысяч производств на сумму более 1 миллиарда рублей. Это все неоплаченные алименты. Наряду с этим за 10 месяцев текущего года окончено почти 4 тысячи исполнительных производств. Взыскано 42 миллиона. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.